РАДИО МИНСК МАЛЕНЬКАЯ КВИЗМА Это же деньги платить надо. Конечно, занимаются сжиганием этого мусора, сжиганием прошлогодней травы. Но и вот оказывается, что каждый год, есть такая статистика, спасатели выезжают на сотни, а то и тысячи пожаров, которые как раз таки связаны с этим сезонным палом травы. И вот Минское городское управление МЧС напоминает, что в Беларуси выжигание сухой растительности запрещено законом. И если вдруг вы забыли и начали сжигать растительность, то к вам придет, ну я не знаю, сотрудник МЧС или участковый и скажет так, знаете что, вот пожалуйста, не захотели трактор заказывать за 15 рублей, оплатите в размере от 10 до 30 базовых величин за то, что палец травы. И вот тем символичнее, мне кажется, сегодняшний утренний розыгрыш, который будет также с брендированными подарками от Минского городского управления МЧС, потому что в самом начале нашего эфира мы говорили, что и в народном календаре сегодня как раз вот этот самый Ипатий, Чудотворец и День Огневища, это как раз вот наши предки, выжигали леса, представляете, что люди делали. Тогда МЧС не было? Да, и никто не мог напомнить, что делать это нельзя. И люди жили мало. Нельзя. Ну, друзья, в общем, будем делиться сегодня подарками от МЧС. Мы уже вот накануне одного счастливчика определили, кто получил целый пакет брендированный, с брендированной кружкой. С брендированным антистрессом игрушка. Да, игрушка чисто, домино. Домино, деревянное, экологически чистое домино. Очень много полезной литературы. Там, кстати, для детей есть и прописи, и раскраски. И даже есть автономный пожарный извещатель в наборе с батарейкой. Да. Что приятно. Наш звукорежиссер Петр очень удивился, что извещатель, да и с батарейкой идет. Вот, видите, какой подход. Потому что в магазинах обычно идет без. Но для того, чтобы получить все это счастье, нужно принять участие в нашей рубрике. Сначала маленькая квизма. Слушаем отрывочек из одного известного кинофильма. Ваша задача угадать, откуда этот отрывочек. Прислать свои сообщения к нам сюда в студию. Короткий номер для смс-сообщений 9240. И номер для связи в Вайбере и Телеграмм 7158472. Кто, кажется, первым, станет главным претендентом на получение подарков от МЧС. И с ним мы продолжим играть уже в рубрике «Большая квизма» через 10 минут. Ну, а пока слушаем и угадываем, что же за фильм такой. Вернее, что за отрывочек из фильма. Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Нет, пока еще ни одного не было. Будет. Коротенький отрывочек, я думаю, узнаваем легко. Но, пожалуйста, напишите, как полное название кинофильма. Потому что там есть, он так из киноновелл, что ли, состоит. Но нам нужно полное название этого кинофильма. 9240, короткий номер для смс-сообщений. И номер для связи в Вайбере и Телеграмм 7158472. С нами на связи наша постоянная слушательница Елена. Елена, доброе утро. Доброе утро. Елена, у вас есть дача или какой-нибудь там приусадебный участочек? Конечно. А вы вот палами травы не занимаетесь на даче? Нет, не занимаюсь. Это хорошо. Не занимаюсь. Это важно. А то вы, если бы сказали, что занимаетесь, мы бы повесили трубку и перезвонили бы другому участнику. Елена, нет, это все шутки. Я пропорядочный гражданин. Хорошо. Это все шутки. Есть у нас подарок для вас от МЧС. Но для того, чтобы его получить, нужно еще немножечко с нами побороться. А пока давайте послушаем отрывочек из кинофильма. И вы скажете, откуда он. Хорошо? Хорошо. Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? Нет, пока еще ни одного не было. Будет. Как называется кинофильм? Фильм называется «Операция И» и другие приключения Шурика. Абсолютно верно. Абсолютно верно, Елена. Действительно, фильм хороший. И там, кстати, про эти несчастные случаи тоже на производстве есть. Но мы решили с вами поговорить немножечко про огонь. А потому что тоже очень много несчастных случаев, к сожалению, происходит. Но и, в общем-то, вы процедуру знаете. Первый вопрос у нас разминочный. Если отвечаете на него, то один балл в копилочку мы уже положим. Итак, чего, согласно народной поговорке, не бывает без огня? Дыма. Абсолютно верно. Нет дыма без огня. Но видите, разминочный вопрос. Первый взяли. Вам еще мы предложим сейчас два вопроса. Если с одним из них справляетесь, тогда подарочки от МЧС ваши. Скажите, пожалуйста, какое музыкальное название имеет печь, с которой работают кузнецы? Три варианта ответов. Труба, горн или тромбон? Горн. Елена. А почему так не уверенно? Почему-то думала, что вы скажете дом, но я подумала, что музыкальный инструмент – это добро. Добро. Но мы прям вот чтобы одинаково назывались. Действительно, горн. Все верно. Елена, вы хоть и так немножко не уверены, но хотя труба, в принципе, тоже кузнецей сотрудничает. Дым через трубу уходит. Но тут именно горн мы решили правильный ответ. Поздравляем. Подарки уже ваши. Но давайте, чтобы вам сегодня дать звание абсолютного знатока техники безопасности, еще один вопрос. Ну и к тому же вопрос-то у нас интересный, согласитесь. Третий вопрос. Да. У нас из серии «Правда или выдумка». Вот верите ли вы нам, что высшая награда пожарной службы Беларуси называется Орден Прометея? Прометея? Высшая награда пожарной службы Беларуси. Орден Прометея. Не думаю я. А почему? А почему? Все, по-моему, очень логично ложится. Но нет. Не будем вас сбивать. Действительно, такой награды нет. А то сейчас нас носит еще и... Я думаю, что у них неупалимая купина, вот эмблема. Ага. Да? Но Прометея нет. Прометея, он им, знаете, он им бед подарил немало. Он же все-таки огонь людям принес. Поэтому я думаю, что пожарные его недолюбливают. Елен, спасибо вам большое за участие. Вам достаются подарки от МЧС. Оставайтесь на линии, расскажем, как их забрать.